Своей подписью министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта подтвердил, что кумертауские борцы и боксеры не останутся без поддержки республики. Соглашение о развитии в городском округе опорных видов спорта на таком уровне подписано впервые. Окончательное решение было принято в правительстве Башкортостана на соответствующем заседании. Перед непосредственно подписанием своей позиции на нем обозначили все стороны. Противоречий не возникло. Мы должны быть территорией успеха и в области спорта. Территорией спорта, территорией уважения, территорией культуры. Сегодня мы делаем все для этого, чтобы наши ребятишки видели, что взрослые на них обращают внимание. Подписанию соглашения предшествовала выездная коллегия Минспорта Башкортостана. На ней обозначили опорные виды кумертаусского спорта и озвучили их проблемы. Соглашение – один из первых шагов на пути решения этих проблем. Документ предусматривает материально-техническое развитие, содействие в обучении тренерского состава и ряд других преимуществ. Мы найдем, уверен, более правильное движение, эффективное расходование денежных средств, которые направлены на развитие видов спорта. Соглашение направлено на развитие греко-римской борьбы и бокса. Однако на заседании озвучивалось, что документ может быть доработан. И возможно, что впоследствии республика окажет содействие и по другим направлениям. Предпосылкой может стать недавнее обращение кумертаусского спортсмена-любителя к главе Башкортостана Рустему Хамитову в рамках его личного приема. Юрий Коробейников обратился с просьбой оказать содействие в строительстве крытого ледового катка. Глава республики сообщил, что сейчас ведется поиск источников финансирования для введения объекта в эксплуатацию. Раз мы начали этот объект, мы его завершим. Другое дело, хочется быстро, чтобы уже в 2017 году сдать, может быть, в середине года, через год, поручения соответствующие я дам правительству нашему, и Беляеву в том числе, Борисову, мэру вашему. Ну и будем держать на контроле. Хочу сказать одно, что инициатива верная, и стройка будет завершена. Печальный опыт долгостроя спортивных объектов у кумертау уже был. Однако строительство крытого ледового катка сейчас идет согласно плану. Но дальнейшее финансирование оказалось под вопросом. По последним контрактам у нас осталось освоить примерно 20 миллионов средств. И это освоение у нас закончится ближе к сентябрю, в начале сентября. Поэтому в дальнейшем надеемся, что выделение дополнительных средств появится до Нового года. И пойдем без остановки. Обещание главы республики у кумертау есть. Соглашение о развитии опорных видов спорта тоже. С таким начальным багажом административного ресурса перспективы у городского округа совершенно определенные. За моей спиной находится здание правительства республики Башкортостан. Сегодня, 8 июля 2016 года, в его стенах произошло историческое событие. Было подписано соглашение о развитии в кумертау бокса и греко-римской борьбы при поддержке Минспорта республики. Как будут развиваться эти единоборства, покажет время. Однако уже сейчас понятно, что без внимания республики они не останутся.